Время Кривбаса на Первом городском. Информационные итоги пятницы 7 октября подведут корреспонденты телеканала. Вместе с ними и я, ведущий Иван Дычак. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Учиться 12 лет. Верховная Рада одобрила в первом чтении новый закон об образовании, который предусматривает 12-летний срок обучения. Мы не можем это сделать сейчас и никто этого не может обеспечить. Под Кривым Рогом накрыли порно-студию. В Кривом Роге киевские кардиологи бесплатно лечат детей с пороком сердца. Сюда мы ездим часто, раз в полгода. Эти и другие события в материалах наших корреспондентов. Лавочка закрыта. Неподалеку от Кривого Рога в поселке Вольное полицейские обнаружили настоящую порно-студию, в которой работали девушки-подростки. В двухэтажном элитном доме организаторы оборудовали настоящее гнездо разврата. Во время обыска правоохранители задержали двоих парней и четверых девушек. Трое работниц порно-студии оказались несовершеннолетними. Полицейские изъяли несколько ноутбуков, блокноты и ежедневники работников студии и прочую оргтехнику. В спецоперации принимали участие переполномоченные уголовного розыска, исследователи Криворожского отдела полиции, а также сотрудники из подразделения специального назначения. На месте происшествия также побывал Олег Ермолинский. Люди в камуфляже и с автоматами, разбросанное нижнее белье, прокладки и ноутбуки с открытыми сайтами порнографического содержания. В элитном загородном доме под Кривым Рогом накрыли настоящую порно-студию, на которой работали девушки-подростки. По словам веб-моделей, за деньги они раздевались на камеру в режиме онлайн перед иностранцами. Во время обыска в доме находилось двое мужчин и четыре девушки. Двоим веб-моделям всего по 15 лет, еще одной – 17. Работницы студии не стесняются своей работы, но лица предпочитают скрывать под покрывалом. Здесь работали девочки, занимались, не знаю, как это называть, типа порнографией на камеру. Потом легли спать и залетает банда чуваков в костюмах и тупо начинает ложить всех на пол. В сумке одного из мужчин правоохранители нашли пистолет. Как оказалось позже, оружие зарегистрировано и на него есть документы. Во время обыска полицейские изъяли несколько ноутбуков и личные записи интернет-путан. Полиция изъяла все вещественные доказательства для изучения. Организаторам незаконной студии для взрослых грозит до 7 лет лишения свободы. Нами был инфакт, что в данном видеом деятельности занимались четыре девушки-модели, двое из которых являлись малолетними, то есть им по 15 лет и одна была девушка несовершеннолетняя, ей 17 лет. Нами начато криминальное проважение по ст. 301-й. Инкриминируется часть третья данной статьи. Она предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Девушки признались, им платили по 2000 гривен каждые две недели. Зарабатывая такие деньги 15-летнему подростку, по словам юных веб-моделей, просто нереально. Теперь вместо хорошего дохода девушкам грозит административный штраф и долгие месяцы судебных разбирательств. Олег Ермолинский, Роберт Сиваков, Первый городской. Опасный груз. В Кривой Рог через службу экспресс-почты пытались переправить две гранаты РГД-5. Боеприпасы обнаружили в Мариупольском отделении доставки. Как выяснилось, сумку с вещами, где был спрятан груз, мужчине передал его друг и попросил отправить домой в Кривой Рог. На месте работали оперативники, гранаты изъяты, их происхождение установит следствие. Учиться 12 лет. Верховная Рада одобрила в первом чтении новый закон об образовании, который предусматривает 12-летний срок обучения. Такое предложение поддержали почти 280 нардепов. Новая система предполагает 4 года обучения в начальной школе, 5 лет гимназии и еще 3 года в лицее или заведениях профессионального образования. Учеба по 12-летним программам стартует 1 сентября 2018 года. Закон создает должность образовательного омбудсмена, который избирается на 5 лет и имеет право рассматривать жалобы учеников, студентов, их родителей, а также преподавателей и научных работников. Кроме того, в новом документе базовая зарплата учителей установлена на уровне трех минимальных, что на сегодняшний день составляет более 4 тысяч гривен. Однако, когда увеличат зарплаты, пока неизвестно. Зрозуміло, что мы не можем это сделать сейчас и никто этого не может обеспечить. Но в переходных положениях мы пропишем, каким чином мы идем до этого показника. Далее. Вже этого года мы запропонировали просувание по единственной тарифной сети на два разряды вперед для педагогических работников. Это также вагомый крок в подвышении социального статуса. Самый низкий уровень плановой вакцинации в мире. Так, европейские специалисты оценили количество и качество прививания в Украине. По статистике, только 30% украинских детей вакцинируют против кори, 10% против гепатита B и всего 3% против дифтерии. Показатели такие критические, низкие из-за дефицита поставок вакцин в последние годы и отказа родителей от прививок. Для решения проблемы ЮНИСЕФ закупил вакцины от опасных заболеваний. Туберкулеза, кори, паратита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и бешенства. Часть уже доставлена и разведена по регионам, а вторая половина появится в конце ноября 2016 года. Нынешних запасов вакцин достаточно для плановой иммунизации в Украине на 4-6 месяцев. Порог сердца не приговор. В стенах 8-й горбольницы проходит масштабный прием квалифицированного киевского кардиохирурга Василия Карпенко из института сердца. Более 70 детей ждут своей очереди, чтобы получить шанс на здоровое будущее. Кривом Роге не проводят оперативное вмешательство в этой области. Стоит одна операция около 75 тысяч гривен и далеко не все родители могут позволить себе дорогостоящую манипуляцию. Известный институт при помощи государственных средств и благотворительных фондов лечит малышей, страдающих врожденным пороком сердца абсолютно бесплатно. Напомню, в Кривом Роге около тысячи детей состоят на учете у кардиологов. Сюда мы ездим часто, раз в полгода. Мы отбираем деток на операции, те детки, которые требуют операции с врожденными пороками сердца. Дети всех стран мира плачут на одном языке. И мы должны помогать этим детям. И мы с той целью здесь. И результат у нас есть. У нас очень много уже вылеченных детей нами. И в основном эти дети, которые никогда не вспомнят, что у них была такая проблема и их родители в том числе. По статистике в год 3% детей Кривого Рога рождаются с пороком сердца. Среди взрослых 900 человек поражает инфаркт миокарда. Всего 250 из них после операций и успешных манипуляций могут восстановить здоровье и избежать инвалидности. Для сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на увеличение продолжительности жизни в нашем городе действует программа «Стоп-инфаркт». Для ее реализации привлечены квалифицированные специалисты и направлены силы на развитие инфраструктуры в этом направлении. Открываются семейные амбулатории, где любой желающий может пройти обследование. Сердечно-сосудистые и сосудистомозговые заболевания являются непосредственной причиной двух третий смертей и более трети причин инвалидности и влияют непосредственно на продолжительность жизни. Поэтому оптимальной и нарезультативнейшей стратегией явилось принятие городской программы «Стоп-инфаркт». Основной задачей которая является профилактика, снижение уровня заболеваемости, снижение инвалидности и увеличение продолжительности, улучшение качества жизни. Экономить энергию и платить меньше. Регулярно размораживать холодильник, установить счетчики на воду и свет, закрывать окна короткими шторами, не оставлять бытовые приборы в режиме сна. О разных способах сбережения электроэнергии, воды и тепла рассказывали на семинаре для глав ОСМД и активных жильцов в центрально-городском районе. Цель лекции – объяснить, как платить за использованные ресурсы и не переплачивать по тарифам. Такие семинары пройдут во всех районах города до конца этого года. «Очень много будет посвящено самому дорогому источнику. Это тепло. Будут расскажены пошаговые методы, как, что, зачем. Ну и мы коснемся, конечно, и электроэнергии, и воды. Это такие мероприятия, которые будут распространяться на весь дом. Не только квартира внутри может потреблять, хотя мы затронем и эти вопросы». Битва умов. Накануне Дня юриста на Криворожском факультете Днепропетровского государственного университета внутренних дел провели брейн-ринг. Для участия пригласили школьников старших классов и студентов колледжа экономики и управления. В викторине посоревновались четыре команды, по пять человек каждая. Играли в шесть туров. Организовали конкурс представителей Криворожского факультета. Деканы рассказывают, вопросы подбирали из школьной программы по праву, чтобы и старшеклассники, и студенты первого курса были в одинаковых условиях. «Мы пригласили всех желающих, написали соответствующие письма директорам школ выпускников этого года, где преподается дисциплина правоведения. В принципе, наши студенты первого курса и учащиеся выпускных классов, они находятся на одном уровне, поэтому конкуренция у них будет объективно равная, им будет интересно участвовать в этом конкурсе». Оказались лучшими в знаниях права студенты университета. При этом участники каждой из команд показали хорошие результаты. Победители получили статуэтку Савы, которая приносит удачу. Всех участников наградили грамотами и дипломами. «Это очень хорошая возможность пообщаться с новыми людьми, то есть это ученики этих школ, лицей, которые сейчас у нас здесь присутствуют. Это очень хорошая возможность этим ученикам, этим студентам этого лицея научиться чем-то новому, то есть узнать, что такое право». Праздник в университете оказался двойным. Представители обл. администрации признали его лучшим юридическим вузом в регионе. Университет готовит высококвалифицированных специалистов для подразделений национальной полиции Украины, системы юстиции, судовых органов, правозащитных и юридических служб. За время существования он воспитал 30 тысяч выпускников, в том числе и тех, кто учился на Криворожском факультете. «Сегодня, например, вручили диплом Государственному университету внутренних дел как лучший университет в Днепропетровской области. То есть это действительно университет с показателем количества и качества образования, который заслуживает высшей оценки. И именно вот поэтому сегодня мы это отмечаем. То есть поэтому для Днепропетровской области, сегодня это действительно для юристов Днепропетровской области и тем, кто связан с юридическими профессиями, это действительно большой праздник». Чтобы помнили, на фасаде одной из многоэтажек на 2-м Восточном открыли мемориальную доску защитнику Отечества, сложившего голову за Украину в боях за Донецкий аэропорт. Виталий Нагороняк в числе первых отправился на фронт защищать страну от внешнего агрессора. В митинге памяти присутствовали родные и близкие бойца, соседи, представители ветеранских организаций города, районная власть, а также школьники из соседней школы номер 130. Побывала на открытии мемориальной доски и наша съемочная группа. Любящий муж, заботливый отец, верный брат по оружию. Таким был Виталий Нагороняк, погибший в январе прошлого года, во время ожесточенных оборонительных боев за Донецкий аэропорт. Киборги выстояли, не выстоял бетон. Он был командиром гранатометного отделения 93-й отдельной механизированной бригады. Мы помогаем в организационных вопросах для установки досок всем погибшим, семьям погибших. Потому что эту память нужно сберегать для возвращающего поколения. Потому что то, что прошли эти ребята, это очень и очень много значит для их будущего. Поэтому они должны быть все увековечены. Поэтому нужно стараться, чтобы всем поставить доски. По словам соседей, Виталий был примерным семьянином, приветливым соседом. Никогда никому не отказывал в помощи. В числе первых по повестке отправился на восток защищать целостность и суверенитет Украины. Неможливо было зайти в спільную перегородку, чтобы не сгадать про эту несправедливость, яка произошла. Что эта семья расплатилась. Такой дорогой цель. Наши люди з подъезда, так сталося, була зима, что деякие не одразу довідалися, что Віталія немає, не могли в це поверить. Тобто, им здавалось, что они вчора его бачили. Тобто, він зранку, Віталій, виїжджає, підгоняє машину, відвозить дітей, дружину. Тобто, він був, ну, таким, ви знаєте, зразковою людиною. В этом году Віталю б исполнилось 45 лет. У погибшего киборга осталось двое детей – сын і дочь. Александр Фефилатів, Евгений Анистрат, Первый городской. День художника. 7 октября – профессиональный праздник отмечает гуру кисти і красок, изысканных линий і искусних мазков художники. В городском выставочном зале они представили работы – от легких контурных до изобретательных и ярких. Помимо полотен, в галерее также выставлены скульптуры и інсталляции. Живописцы Кривого Рога считают, что с каждым годом уровень творчества в нашем промышленном городе растет. Творцы стали более открытыми и научились взаимодействовать друг с другом. Насладиться универсальной выставкой и познакомиться с картинами известных криворожских мастеров можно со вторника по воскресенье с 9 утра до полшестого вечера по адресу улица Александра Поля, 2. Очень много талантливых художников. И вообще каждый человек талантлив, по-своему. Что касаемо художественной сферы, настал тот момент, когда именно вот этот симбиоз, когда одни не могут обойтись без других. Потому что выход из этого коллапса может только культура дать. Такими были главные новости города «Время Кривбаса». На выходных не пропустите программу «Итоги». Самые резонансные события недели с Юлией Емельяновой. Ну а я с вами встречусь уже в понедельник. Так что увидимся. Субтитры подогнал «Симон»